Всем несостоявшиеся фиты, пацаны. Сегодня мы пофантазируем, как могут бы или как будет звучать фит Гуфа и Моргенштерна с треком продолжением трека Ямакаси. Это старый трек со старого альбома Гуфа Город дорог. Короче, сегодня я предположу, как будет звучать бит в этом треке. Использовать мы будем старый сэмпл этого самого Ямакаси. Давайте вот сюда. Проект у нас 175 ударов в минуту. Я надеваю наушники. И Алишер, если ты смотришь это видео, то в закрепленном комменте есть тайм-код с полным битом. Короче, я готов тебе его отдать в обмен на коллапс со Славой Мерлу. Давайте, короче, послушаем. Нет, ничего не будем слушать. Мы в первую очередь его подгоним под темп из-за того, что авторские права YouTube туда-сюда. Вот первые два такта. Они будут звучать у нас три раза. В этом фрагменте вот это мы отпиливаем. Берем вот этот маленький кусочек, его отпиливаем. Отключаем стретч. Вот так вот сокращаем. И этот кусочек будет делать тан-дан. В смысле, не так дурацко он будет звучать, как я, а звучать будет он красиво. Вот так вот. И потом вот этот фрагмент тут будет. И вот этот фрагмент. И вот тут вот нужно инструментом слип тоже его немного подогнать. Идеально, идеально, идеально. Но еще мне не нравится вот этот фрагмент. Надо, чтобы было вот так вот тоже слипом. Немногошко подтянем его. Ну вы поняли разницу, да? Было вот так, а стало вот так. Мне нравится так больше. Все, сэмпл готов. Но, естественно, это не финальный вариант, как будет использован он у нас. Это так, как он звучит в оригинале трека Yamakase. Давайте займемся битом. А бит у нас очень простой. Начнем мы с самого главного. Это снэп. Он будет у нас в качестве основного снэра. Немножко убавим его громкость. Вот так. Вот так. Выделяем Ctrl-B, Ctrl-B, Ctrl-B. Идеально. Идем в Snare 2. И он будет играть у нас вот эту роль. То есть дополнительный ритмический снэрчик. И вот здесь вот тоже он будет у нас играть. Теперь идем в Snare 3. У него будет гораздо более интересная роль. А именно. И вот этот снэрчик мы убавим и получим. И вот во втором такте, во вторых двух тактах, мы вот этот самый звучок перетащим вот сюда. Послушаем все это с метрономом. По-моему, звучит довольно ритмично. И теперь все это выделяем. И снова нажимаем Ctrl-B, чтобы продлить на еще 4 такта. И теперь идем в хэ-хэ. То есть это наш хай-хэт. И делаем вот так вот. И вот так убавим. То есть убираем метроном. Включим здесь одну треть. Делаем вот так. Вот так. Вот так. Да. И еще получается вот здесь вот. Вот тоже выделяем. Нажимаем Ctrl-U. И правой кнопочкой мышки вот так вот проводим, чтобы был небольшой подъем громкости. И вот тут вот. Вот тут вот обратно давайте на line переключим. Клонируем здесь. И ставим вот здесь еще один удар. И общую громкость немного поднимем. Очень тихо звучит. Ctrl-B нажимаем. Почти готов первый паттерн. Open Head остался. Ставим его на стандартное место. У него настроен Envelope, как я тысячу раз объяснял. То есть все на минимум, кроме Hold. И вот так еще. И зачем я вот это сделал? Я хочу специально оставить микропаузу между Open Head и Snare. Потому что, по-моему, так звучит прикольнее. Вот. Ctrl-B нажимаем. Дублируем. Все. Бит готов. Давайте послушаем его. Но вы хотите сказать, что я что-то забыл. А забыл я, конечно же, кик. Ну давайте его выставим, потому что я его действительно забыл. Кик бустим. Он чуть-чуть забустен уже. Но бустим его еще сильнее. Пум-пум. Пум-пум-пум. Окей. Теперь Ctrl-B снова. И снова мы его продлили. Неплохо. Конечно, не хватает баса. Но перед тем, как выставить бас, нам нужно сделать очень важную вещь. Мы должны этот самый сэмпл доделать, чтобы он звучал уже близко к финалу. Для этого давайте питч поднимем на 650. Почему что-то 50? Потому что на 6 полутонов вверх, во-первых, это 600 центов. А еще 50, чтобы, если его прибавить ему просто 600, то он как бы на полтона не достает до нужной нам нотки. Где-то эти полтона потерялись, либо при записи гитары, либо она была так настроена, либо она была так оцифрована, потому что трек довольно старенький. Короче говоря, мы его подняли на 650 центов. Теперь все окей. Теперь все это выделяем. Выделяем. Нажимаем Ctrl-Alt-C. Enter. Мы дублировали сэмпл. Ресамплировали. Мы мастера ресамплинга теперь. Мы теперь классные ребята. Теперь это выделяем. Слушаем. Меня это полностью устраивает. Теперь нам нужно будет его порезать. И вот эти первые два такта, они у нас будут играть не 3 раза, а 7 раз. То есть я растянул с 8 тактов этот сэмпл до 16. Вот этот фрагмент будет играть только один раз за 16 тактов. То есть здесь у нас 8 тактов. И вот мы переставим его вот сюда. Все остальное будет состоять из этого момента. И еще. По-моему, его нужно, ну, типа, осовременить. Я понимаю, что это фигня, но мне кажется, что прикольнее, когда звучит вот так вот. А здесь вот так. Вот этот убираем, ставим вот этот фрагмент. Потом все это дублируем. И вот так. И вот так. И теперь еще вот так. И все. А здесь? Вот это мы уберем. Спрашивается, зачем я все это городил тогда. Да просто так. Вот. Вот так будет звучать наш оригинальный, не оригинальный, наш сэмпл. Короче, вот так мы будем его использовать. И давайте все это отправим на 15 канал, как я уже это сделал. Но еще не все. Вот этот фрагментик давайте мы сделаем уникальным. Вот этот make unique. Нажмем на него и запичим его вниз. Мне кажется, так прикольно. То есть играет, играет, потом бац, пониже, потом снова нормально. Окей. Почти все готово. Теперь давайте выберем вот этот маленький кусочек. Снова нажмем Ctrl-Alt-C. Поднимем его на октаву вверх и развернем. Вот это мы уберем. Правую часть и... Вот вы поняли, да? То есть у нас то же самое, то есть вот этот же самый кусок развернутый, играет на октаву вверх, чтобы типа обозначить конец 16 тактов. Теперь идем в бас. Для этого давайте kick Ctrl-C. Нет, Ctrl-X. Новый паттерн Ctrl-V. Заходим в паттерн кика и продлеваем его на 16 тактов. Давайте этот самый бас пропишем. Он звучит вот так. Первый удар кика мы игнорируем. А здесь у нас будет... Поскольку у нас To Do, первый Tune будет у нас наверху, а второй чуть пониже. Теперь это Ctrl-B, потому что у нас все идеально. Снова Ctrl-B и снова Ctrl-B. Кстати, да, я не сказал, у нас сегодня будут нестандартные плагины. И вообще, как вы поняли, обращение к Моргенштерну вначале было типа юмором. Потому что, скорее всего, этого фита не будет. Скорее всего, этот бит туда не зайдет, даже если он будет. Короче, как только это видео наберет 2133 лайка, я выложу проект с этим битом в своем паблике ВКонтакте. В общем-то, как обычно, в нем будет все-все-все. Но если вдруг мне напишет Моргенштерн и скажет, Стас, классный бит, дай его мне. Я скажу, окей. Тогда я своим подписчикам дам что-то не менее, а то и более крутое, чем этот проект. Давайте уже продолжим. И вот тут вот. Будет другая нотка. Вот и все. Готово почти. Но у нас же два парта. То есть два рэпера, Моргенштерн и Гуф. И должно быть два разных парта. Поэтому мы это все дублируем. Создаем новый паттерн. Кстати, да, давайте послушаем со всем битом. И скинем все на микшер. Как вы поняли, сэмплов у нас тут побольше, чем мы использовали. И мы их используем во второй части. Пока звучит, конечно, не идеально. Давайте создадим новый паттерн. И в нем все это расковыряем. Расковыряем вторую часть. Мы идем в первую часть. И нам понадобится здесь вот этот snare и open head. То есть с шифтом зажатым я выделяю. Ctrl-C. Идем в третий паттерн. Вставляю. Вот это наш второй head. Вот так. И Ctrl-B. Но это еще не все. У нас здесь будет крутой snare. Вот такой вот. То есть типа у нас будет в два раза замедленный ритм. Еще более замедленный. То есть это будет так. Вот так. Вот так. И вот так. И вот в этих местах мы уберем хэт. И кик мы снова будем писать в дополнительном паттерне. Потому что он тоже будет длиннющим. Вот так. Вот так и все. Второй бас. Он будет у нас... Да, звучать ниже. Так. Создаем новую нотку. Делаем слайд нотку. И вот так вот. На октаву ниже. Да. Здесь у нас же будет... Вот так. И в кике тоже мы вот это пропишем. Окей. По сути все готово. Давайте займемся звучанием. Потому что пока звучит это все не очень весело. В первую очередь... Вот этот сэмпл. Навесим на него декапитатор, чтобы добавить ему вверх. Потому что декапитатор это не обязательно чистый перегруз. Здесь в тоне ставим bright. Low cut выставляем что-нибудь типа... Ну очень большой low cut. Перегруз слушаем. Слушаем, чтобы не было вообще перегруза. Вот как хорошо. И теперь в это ставим убавляем на процентов 60. Вернем немножко низа. Теперь нам нужно повесить сюда естественно RC20. Потому что мы же нормальные ребята. Нам нужен RC20. Вот. Отключаем noise. Space. Красиво, конечно, но не очень. Процентов 36. С убавленным декеем. Фокус чуть убавим. И еще. Смотрите. Мы повесим сюда halftime. И сделаем его автоматизацию. Сейчас покажу зачем. Нажимаем вот эту клавишу. Крутим клавишу, которую хотим автоматизировать. И снова на эту крутилку FL-овскую. Правую кнопку мышки. Create automation clip. И делаем вот такой клип автоматизации. То есть здесь halftime включен. Чтобы вот тут. Второй парт у нас же получается замедленный в два раза. И поэтому. Понимаете, да, зачем это нужно? Так круче звучит. Сейчас этой штукой тоже займемся. Ее повесим на 16 канал. И сюда мы бахнем в первую очередь эквалайзер. Вот какой-нибудь вот такой пресет. Просто отпылим кучу низу. Потом повесим gross beat с вот таким вот пресетом. Еще flanger. Смотрите, дело в том, что мы его очень сильно сейчас еще расширим. И чтобы создать вот такое дурацкое плавающее звучание для этого сэмпла. Мы используем flanger, чтобы double trouble, пресет. Вы понимаете, да? И естественно расширение. То есть это эффектный звук. То есть он как FX. То есть он не должен играть серьезно. Ну и естественно после всего вот этого на основной сэмпл нужно повесить Pro Cue. И отпилить. Много низа. Очень много низа отпилить. И вверх. Капельку вверх. Звучание готово процентов на мало на самом деле. Потому что на первой хэ-хэ мы конечно же повесим Stereo Shaper. Мы еще на него повесим Gross Beat. И вот такой вот пресет. Чтобы добавить вот такого звучания нашему сэмплу. Ну вы поняли. И конечно же второй бас. Он звучит слишком вяло и слабо. Надо повесить на него 10 перегрузов. И говоря 10, я имею ввиду 2. Потому что это будет декапитатор. Вот как-нибудь вот так. Следующим повесим наш любимый Wave Shaper. Но это еще не все. Нам нужно, чтобы звук был классным и красивым. Поэтому мы его капельку расширим. И для расширения, ну, мне придется, друзья, мне придется. Это Ozone и Major. Ну вы знаете, как расширять бас. Включаем Stereo Ice. Вот этот ползунок двигаем на 200+. Чтобы самый-самый низ оставался по центру. И крутим где-нибудь вот так. Сильно расширять не будем. Звучит слишком, именно очень насыщенно, но немножко пердежно. Поэтому Type Low Pass. И вот так вот. Вот и все. И еще. То есть вот этот snare, второй, он красиво звучит. Но ему кое-чего не хватает. А именно реверберации, чтобы был красивый хвост. Вы поняли, да? Только низ немножко отпилим. Бас уберем. Decay сделаем вообще дикий какой-нибудь секунд 5. Но в это поменьше. Тип процентов давайте 13. И сайз увеличим. Да, но теперь ему не хватает атаки. Для этого есть Transient Master. Атаку давайте плюс 15. Sustain минус 15. Вот этот этап. Он необязательный. Но мне кажется, что так звучит лучше. Мы сейчас повесим на него тоже Ozone и Major. И повторим процедуру как с басом. Тоже включаем Stereo Ice. Тоже двигаем ползунок, чтобы расширять только верхнюю часть. И сделаем вот так. Вот буквально капельку. Чуть-чуть пошире стал. И теперь снова возвращаемся в первую часть. А это гудируем громкость. Вот эту часть еще убавим. Почти все готово. Осталась вообще мелочь. Мы это немножко подвинем. И сделаем вступление. Продлим немного сюда клип автоматизации. То есть вначале у нас будет играть просто этот сэмпл. Но не просто этот сэмпл. Мы сейчас на него сделаем крутую автоматизацию. Я, как вы поняли, очень люблю автоматизацию. Вешаем Delay 3. Переключаем на Ping Pong, чтобы лево-право фигачило. Панорама максимум вправо. Лево максимум вниз. И здесь переключаем на Bend Pass обязательно. И Cut Off где-нибудь вот так вот. И Vat убавляем на дофига, чтобы было только ощущение Delay было. Да, но это еще не все. Сейчас мы еще добавим ревер. В итоге, короче, вы поймете. В итоге реально круто будет сейчас. Добавим Vat и добавим Decay. Отпилим немного низа. Делаем его уникальным обязательно. И опускаем на 12 центов. Ну, на 12. Короче, на октаву вниз. И делаем клип автоматизации, Create Automation Clip, на Vat Dry этих плагинов. Вот здесь вот. Опускаем. И вот так вот выгибаем по максимуму. Чтобы зацепить на автоматизацию Vat Dry для дилея ревер, мы правой кнопкой мышки на ревер нажимаем. Link to Controller. Вот здесь вот выбираем Delay 3 и жмем Accept. Теперь у нас два плагина цепляются за один клип автоматизации. Еще добавим в проект Crash, нажимаем на него дважды, реверсаем его обязательно. И чтобы получить этот... Давайте вот это подчистим, уберем вот этот хвостик. Выставляем прямо под начало нашего бита. Теперь его дублируем. Нажимаем в крайний левый верхний угол. Делаем Make Unique. Разворачиваем его обратно в нормальное состояние. Подгоняем под начало. Окей, вот. Но здесь мы теперь открутим Out на максимум и продолжительность тоже, чтобы он был максимально-максимально вот так коротким. Отправим его на какой-нибудь, давайте, канал, 12-й канал микшера. Окей. И дадим ему ревера и расширение. Это звук, который будет звучать чуть-чуть, и поэтому его можно расширить, и можно дать ему довольно много ревера, чтобы было покрасивее, конечно же. Давайте Large Hall. И Vat просто убавим. Слушаем. Круто. Мне нравится. Отлично. И теперь включим Азон. А знаете, какие пресеты я использовал? Именно те же, что были в позапрошлом видео. Про Big Baby Tape. Ссылка будет в конце видео. Там я назвал все пресеты, которые я использовал, и они будут повторяться. Один в один как там. Давайте я еще раз подчекаю баланс громкости. Итого. Я убавил все хеты чуть-чуть, и все. Я надеюсь, что вам понравится этот биток, и что мне кажется, что он правда подошел бы для этого фита. Давайте уже послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, и я надеюсь, что вы хоть что-нибудь, хоть что-нибудь полезное вы для него, из него, все-таки, для себя взяли. И с вами был Стас. Если видео было полезным, интересным, ну или хотя бы капельку понравилось, то ставьте заслуженный лайк. А если не понравилось, было совершенно неинтересно и вообще бесполезно, то ставьте вполне нормальный дизлайк, что поделать. Ну и как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу от Адая, чтобы узнать о нем подробнее цену и вообще все. Напишите мне, ссылка на меня в описании под этим видео. Обязательно, обязательно, обязательно. Если ты Моргенштерн, напиши мне. Если ты не Моргенштерн, то подпишись на канал. Да и в общем-то, если ты Моргенштерн, тоже подпишись на канал. Почему нет? Ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно посмотрите другие видео. Ссылки горят прямо вокруг меня где-то сейчас. Они не менее, а то и более интересные. И в общем-то, с вами был Стас. Увидимся в следующем видео. Всех с наступившим Новым Годом и пока!